В отрывке из поэмы «Полтава горит восток зарёю новой» Пушкин описывает ход полтавского сражения 1709 года, где русская армия одержала победу над шведами Карла XII. Эта битва решила исход Северной войны. Полный текст отрывка вы можете прослушать по ссылке, которые сейчас перед вами появятся. В строке, которая образует название отрывка, использована метафора «горит восток». Метафора – это слово или выражение, взятое в переносном значении. Словосочетание «горит восток», конечно, нельзя понимать буквально. «Восток не может гореть, как связка дров. У Пушкина он горит зарёю новой. Поэт хочет сказать, что утренний свет зари с этой стороны неба напоминает пожар». Метафора – это одна из разновидностей поэтического тропа – оборота, используемого в переносном смысле. Тропы подразделяются на несколько самостоятельных видов. Фраза Пушкина имеет и иной подспудный смысл. «Восток – это Россия, чья слава и величие, по мнению поэта, начались именно с Полтавской битвы. Новая заря на Востоке – это начало эпохи русского возвышения». Далее в отрывке Пушкин быстрым энергичным стилем описывает, как на поле Полтавской битвы катятся ядры, свищут пули, как устремляются в бой конницы и пехота. После упорной схватки боевое счастье начинает клониться на сторону русской армии. Слава шведских знамён темнеет. В кульминации Пушкинского рассказа посреди сражения появляется царь Пётр Первый, который могучим голосом вдохновляет войска, вскакивает на боевого коня и сам скачет впереди всех. Полки приветствуют его оглушительным «Ура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова